Добрый вечер. Сегодня мы находимся опять в этой замечательной Чахане в самом центре Тбилиси по адресу Дагришашвили 20. И сегодня у нас в гостях Самира Исмаилова. Самира, добрый вечер. Сразу же начнем с того, что у нас была с вами уже одна беседа, которая касалась ГАТы, которая касалась Ассоциации студентов азербайджанцев в Грузии. Поэтому не хотелось бы повторяться, но в то же самое время мы неизбежно к этому придем. И главная тема нашей беседы, мне бы хотелось бы обозначить ее следующим образом. Традиция и современность у азербайджанцев в Грузии и в Грузии вообще. Смотрите, как интересно получается. За последние 10-15 лет в Грузии действительно произошли сознания и революционные изменения. Однако мы часто слышим, что многие традиции мешают, многие традиции, скажем так, являются тормозом и так далее. Вот по вашему опыту, несмотря на то, что вы очень молоды, но у вас очень большой, какие бы традиции общегрузинские вы бы обозначили как тормозящие, скажем так, развитие страны, тормозящие развитие нашего общества? Я приветствую вас и также наших зрителей. Что касается вашего вопроса, да, я с вами абсолютно согласна с тем, что на сегодняшний день в Грузии очень много, так скажем, традиций, которые я немножко по-другому сформулирую, так скажем. У нас там, где начинаются традиции или уже то, что переходит в стереотипы, у нас немножко уже грань абсолютно потеряна. Исходя из того, что я очень часто бываю в регионах, я вижу одну вещь, что очень часто люди свое мнение, то есть то, что они считают или же, так скажем, то, что для них приемлемо, они пытаются это нам предоставлять как в какие-то определенные традиции. Может быть, с покон веков у нас этих традиций как-то само собой не было, но на сегодняшний день какая-то часть общества пытается нам внедрять, что это вот наши какие-то традиции, там, в особенности, вот, так скажем, одна из самых популярных, это похищение девушки в целях создания семьи, да. Это, так скажем, очень часто говорят, что это наша традиция, да, очень красивая традиция для Кавказа, но это не означает, что это против чьей-то воли должно быть или же, там, не знаю, то, что уже переходит в определенные, так скажем, черты и нарушает это право человека, да? Саниля, я прошу прощения, если мы про похищение девушек, я вам скажу, что лет 20 назад девушек похищали, но чаще всего по взаимному желанию, на примере Аджарии, лет 20 назад до похищения было, ну, как бы, действительно, вот, как кавказская пресса, красивые обычаи, сейчас, я скажу, что скорее девушки похищают, чем девушки похищают. Ну, я просто, так скажем, привела пример, но, само собой, на сегодняшний день, я думаю, что в грузинском обществе очень-очень много отпечатков, которые, исходя, кто-то обосновываясь на традициях, это, так скажем, пытается внедрать в общество, что вот это мы делаем, потому что это традиция, вот, не знаю, там, очень-очень много чего, и это, само собой, тормозит. Излишние какие-то факторы, когда человек реально сам этого не понимает, зачем он делает, или почему это делать, для чего, с какой целью это делать, конечно же, это все, так скажем, мешает в определенной степени развитию. Но в то же время у нас на Кавказе, в частности в Грузии, очень много красивых традиций, которые нужно соблюдать и нужно, так скажем, придерживаться этого. Ну, это понятно. То есть, давайте красивые традиции, допустим, муджие традиции. Да. И вы очень хорошо сказали, это не традиции, это вот стереотипы, которые мешают, и которые нужно преодолевать. Как вы считаете, существует такое мнение, что у азербайджанцев в Грузии этих стереотипов больше, чем в среднем в стране? Это действительно так? Я с вами согласна. То есть, я согласна в определенной степени с этим мнением, что все исходит из образования и из информации, которой владеет человек. Чем меньше у тебя информации, тем больше какие-то непонятные вещи тебя, так скажем, окружают, и ты себе создаешь какую-то непонятную ауру. Например, очень многие, так скажем, религиозные, так скажем, лидеры, которых, к сожалению, я не могу, они так себя проявляют, но они говорят, что вот традиция в раннем возрасте, там, выдавать девушек замуж, они, или там, девушки не должны получать образование. Но когда это приходится поставлять, например, с Кораном, то мы увидим абсолютно другую картину, где очень четко в сурах написано о том, что давайте образование своим женам, своим сестрам и так далее. То есть, я опять же говорю, хочу вернуться к тому, что все исходит из того, какой информацией мы владеем и что мы хотим предоставить. Насколько это комфортно мне, а не кому-либо. Да, в Азербайджанском регионе очень много традиций, которые, я считаю, что мешают развитию. В особенности это очень влияет на молодое поколение. Но в то же время, да, есть хорошие вещи тоже, что нужно соблюдать, придерживаться. Но на сегодняшний день, в частности, например, если взять регион Квайму-Картнер, для меня очень часто становится непонятным, где начинается традиция и где это уже перерастает в какие-то стереотипы. Очень часто это настолько смешано, что очень трудно определиться в этом. Пару месяцев назад в Квайму-Картнер, буквально, в Квайму-Картнер там было два Квайму-Картнера, одно в Юрму-Ан-Ло, это была буквально серия убийств и самоубийств женщин. На отдых девушек, да. Девушек, да, там женщины были девушки. Вы не в курсе после этого как-то изменилась эта ситуация, там, как-то, есть ли какие-то, скажем так, ну, что-нибудь предприняли, там, власти или общество, чтобы больше этого не повторялось? Как я знаю, на начальном этапе, когда тема была довольно-таки актуальной, аппарат омбудсмена вмешался, начали интересоваться всем этим вопросом, но, как таково, яркой реакции со стороны власти, то есть действий каких-то конкретных особо не было. Я думаю, что в таком случае власти должны играть очень большую роль, потому что до всегда должен оказываться тот человек, который делает противозаконно что-либо. Это мы в данном случае, в данных случаях этих примеров, мы имеем отношение с личной жизнью чьей-то, и это не нам рассуждать и не нам, так скажем, выносить вердикт, что и как с этими людьми поступать. Для этого есть закон, есть какие-то нормальные нормы, каким образом могут всеми разобраться во всеми этими. Но власть недостаточно, я думаю, что реагирует и недостаточно вмешивается во все эти процессы. Когда человек остается ненаказуемым, следовательно, это принимает какой-то систематический характер. Я думаю, поэтому и было, что не только в этих азербайджанских, так скажем, семьях в случаях это несчастье, но и были примеры, когда, допустим, в других селах, в грузинских селах тоже были подобные случаи. Это означает, что власть в определенной степени расслаблена, как-то относится неадекватно к ситуации, и поэтому случаются подобные вещи. Ну да, в принципе, конечно, скажем так, то, что власти в данном случае несут ответственность, это несомненно. Общество всегда, скажем, свое мнение навязывает саму собой, общество всегда будет говорить. Это множество людей, которые всегда будут говорить. Но когда все это еще и плюс остается, им практически дается полное право, они чувствуют, что они имеют полное право говорить, вмешиваться и, так скажем, наказывать, что они могут... у нас есть в стране суд, у нас есть в стране норма, мы живем в более-менее демократичной стране, поэтому нужно в рамках закона все это, и нужно общество к этому приучать. Когда будет один, два, три примера, то уже люди начнут привязываться к этому, будут понимать, что есть закон. Например, раньше было очень актуально, когда молодых девушек, так скажем, даже несовершеннолетних девушек в азербайджанских регионах похищали с целью создания семьи. Но после революции рос, когда уже как-то изменили закон, начали это все контролировать, то есть начали... были регуляции, были конкретные... наказывали, как финансовые, так и арестовывали этих людей, кто принимал... не тот, кто похищал, но и тот, кто вообще принимал во всех этих процессах участие. Я могу сказать, что эти процессы очень сильно сократились. Это означает, что когда власть хочет и контролирует, то практически можно избежать очень многого. Но когда это вот так на произвол судьба остается, конечно же, будут большие проблемы. Смотрите, вот три периода возьмем, даже четыре получается. Первый период — это период советской власти, второй период — это 90-е годы, потом революция рос и вот сейчас, после 2012 года. При советской власти, понятно, что вы не помните, но вы наверняка это знаете, при советской власти тогда состояние вот законности и так называемой традиции, насколько было? То есть тогда насколько соблюдались законы? То есть то, что я слышу, так скажем, от своей семьи, от близких, по их рассказам, конечно, я не могу всего этого помнить и говорить, да. В определенной степени, если они чем-то были довольны с экономической точки зрения, но что касается традиций, как религиозных, так и национальных традиций, всегда апелляции, то есть все делают акцент на то, что очень трудно было это все соблюдать. У меня, например, дедушка был очень верующий. И до сей поры в селе, у нас все знают о том, что он был единственным, кто молился, и когда вот эти собрания религиозных лиц, или кто был заинтересован, он проводил тайком в подвале. То есть это уже означает, что какие-то... Это вы говорите о позитиве, а о мракобесии стереотипах как было так? Не могу сказать. Хорошо, 90-е годы. Конечно, это, я считаю, что в истории азербайджанцев Грузии один из самых таких тяжелых периодов, когда не то что, так скажем, соблюдать какие-то традиции, или к тому же различать, где традиции, где стереотип, где и во что переходят, был беспредел не только для азербайджанцев Грузии, но и для, в общем, во всей Грузии творил себя беспорядок. И, исходя из этой черты, конечно, не очень-то хорошо жилось азербайджанцам в Грузии. И тем более, какой, так скажем, какой отпечаток это все принимало. Вы знаете, что раньше довольно-таки много азербайджанцев, а полмиллиона азербайджанцев жило в Грузии. В 90-е годы практически азербайджанцы начали покидать Грузию. То есть это означает, что им не было комфортно. И было очень много веских причин на то, что они покидали территорию Грузии. И это показывает, что где-то в определенной степени те же самые традиции, может быть, не могли соблюдать, или же не только. Давайте мы поговорим о стереотипах, потому что традиции по-хорошему. Я имел в виду традиции. Вот стереотипы и вот это мракобитие, которое существует и в других регионах Грузии, но в данном случае мы говорим о Квейму-Картли, то есть тогда безнаказанность порождала практически мракобитие. Да, конечно. Ну вот эти стереотипы, они работали полностью. Революция рос, вы уже сказали о том, что тогда законности стало побольше. Что сейчас? Сейчас практически, я скажу так, после революции рос у азербайджанцев появилось более, так скажем, спокойствие. Они начали понимать, что они являются полноценными гражданами Грузии. И что они могут найти себя в этом обществе. Что они являются неотъемлемой частью этого общества. И за 10 лет или за 9 лет, так скажем, они начали вкладываться, начали максимально чувствовать этот комфорт. Но после смены властей, когда, так скажем, как мы уже с вами говорили, в 90-е годы, когда определенные лица, которые, скажем, оказывали давление и так далее, эти люди сегодня оказываются, так скажем, у власти. У них, конечно же, это получается, что у них опять получается беспокойство и получается большой дискомфорт. Это означает, что ситуация опять дестабилизируется. И чем это закончится, к сожалению... Давайте по-честному. Вот смотрите, я живу, я живу, берем модель, я живу в моей жизни со своими стереотипами, со своими тараканами в голове и так далее. Приходит революция РОС, приходят националы, начинают у меня убивать в голове этих тараканов. Если я что-то совершаю противозаконное, но я считаю, что согласно моим тенетям, я делаю это правильно, мне могут даже посадить в тюрьму. Приходят мечтатели, которые отпускают вожи. Давайте с этой точкой, извиняюсь, и я опять могу жить согласно своим традициям. И что лучше для меня, как для члена общества, для жителя среднестатистического азербайджанского села? А националы, которые меня давят и жмут за беззаконие, или то, что я живу так, как не хочу? Ну, знаете, я отвечу вам таким образом, что, да, конечно, идеальной власти никогда не бывает, это само собой. Что касается национального движения, почему сейчас, находясь, эта партия находится в оппозиции, несмотря на это, среди азербайджанцев они имеют очень много сторонников. Потому что наказывали же не просто так, да, наказывали тех, кто был виноват. Без причины никого не наказывали, господин Геон. Подождите, подождите, во-первых, уберем слово господин. Нормально? Подождите, одну секунду, опять не получается, у меня не срастается. Если я живу в своем мире, в своих стереотипах, и националы приходят и их разрушают. Нет, они не разрушают. Вот давайте, вот возьмем очень простую вещь. До революции, после и сейчас. Вот, например, вы хотите получить, вы из Азербайджанцы хотите получить какой-то документ. Мало того, что вы за этот документ платите официально, и плюс вы неофициально кому-то подкладывали в карман, для того, чтобы вам выдали этот документ. И в итоге в три раза больше вам обходилось. И ждали вы тот же самый период. Нет проблем. С другой стороны, я азербайджанец, мне понравилась соседская девушка, я хочу, чтобы она вышла замуж за моего сына, мы ее похищаем, и тут меня наказывают. Да, но если есть добрая воля, никто тебя не наказывает. Если никто не жалуется, если все стороны довольны, если она совершеннолетняя, в чем проблема? То есть я правильно понял, что большинство азербайджанцев все-таки были против тех стереотипов, которые вообще это... Да, конечно, конечно. Потому что очень часто, например, у вас есть дочь, и кто-то ее похитил, но ваша дочь не хочет создавать семью с этим человеком. И что она? И потом считалось позором, если она вернется назад в семью. Вот, и вот это уже стереотип. Традиция то, что ее похитили, а то, что она вернулась назад, и уже она неприемлема для общества, это уже стереотип. И это очень плохо. И разве плохо то, что это все регулируется законом, и все довольны? Я считаю, что это хорошо. Важно, чтобы большинство азербайджанцев из сел считали, что это хорошо. Считают ли это хорошо? Да, считают, конечно. И с этим сразу же переход такой вопрос. Хорошо, значит, вы считаете, что мечтатели не совсем справляются с этим сейчас? И вдруг возникает политическое движение азербайджанцев и Грузии, Путин и Шин. Так, смотрите, как интересно получается. Самилия Смаилова, которая создала уже неправительственную организацию студентов, которая, в общем-то, занимается общественными делами, сейчас основывает это политическое движение. У меня вопрос такой специфический. Это политическое движение будет бороться со стереотипами? Или все-таки это политическое движение сделает все, чтобы завоевать симпатии всех со стереотипами и без стереотипов, а потом уже что-то меняет? Давайте я вам отвечу таким. Во-первых, деятельность этих двух организаций абсолютно отличается. Это мы знаем. Да, да. То, что делает азербайджанские студенты в Грузии, это чисто информационно-образовательная работа с молодым поколением. Да, да. То, что касается Путь Миши, это политическое движение, которое будет работать абсолютно со всеми. Но в рамках закона. Это означает, что если у человека есть какие-то стереотипы, или же там, не знаю, что это, если у вас есть какой-то жизненный принцип, вы будете там, на той стороне моста или на этой стороне, у вас эти жизненные принципы не меняются. У меня, я считаю, что эти жизненные принципы не в Путь Миши или в какой-либо другой организации, они не будут меняться. Это так оно и будет оставаться. То есть в рамках того, что и так, и так эти люди поддерживают. Они со всеми своими мнениями, это политическая движение, для того, чтобы делать какие-то, так скажем, информационную работу, менять их мнения, для этого есть азербайджанские студенты, это в Грузии. А это не дело Пути Миши, это дело... Нет, это азербайджанские, да. Да, 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 да. То есть вот такие вот, понятно. Потому что сторонники движения Путь Миши, там совсем другая специфика. Знаете, это политическое движение, которое хочет очень громко говорить о тех проблемах, которые есть в Азербайджанском регионе. Потому что они видели стабильность, как я уже отметила, они видели тот комфорт, увидели за эти 9 лет, им было очень хорошо. Сейчас мы видим, что мы катимся, куда, в каком направлении, это непонятно. Тогда другая тема, речь идет именно о том, что то, о чем мы говорили, то, что не законно, то, что является стереотипами. То есть вы считаете, что те люди, которые у вас в ГАТЕ, они изменят эти стереотипы? Потому что это новое поколение, это люди с новым мышлением, у них много информации, они как минимум могут анализировать и могут правильно преподносить информацию, делать презентацию всего этого. Ну дай-то Бог. Время с вами летит очень быстро и очень незаметно. Мне очень жаль, что у нас уже практически его не осталось. Огромное вам спасибо. И я беру обещание, что мы еще не обоградываем здесь. Обязательно. Спасибо вам.